Всем огромнейший привет! Сегодня специально достала эту тканюшку с котами для того, чтобы создать специальную атмосферу. А эта атмосфера мне нужна для видео о предварительной подготовке к совместному проекту «Наши любимые коты» или «Мои любимые коты», которые организовала Юлия Творчество, за что ей огромное спасибо. В данном видео я покажу, какие наборы у меня есть с котами и какие я буду отшивать. Конечно, я попытаюсь отшить как можно больше наборов, пока этот проект будет длиться. И я думаю, что одним из первых наборов, за которые я примусь, это будет вот этот набор из коллекции «Дименшенс», золотой коллекции «Дименшенс» «Петит», то есть маленький наборчик, он всего 20 на 10, и эти просто умильные такие утенок с котенком я буду отшивать. Я уже упоминала, что я, скорее всего, заменю канву в этом наборе, поскольку здесь в комплектации идет канва 18-го каунта. Я его скрывала, поэтому он так изобразно выглядит. Впрочем, это не важно, это важно только для меня. Но мне не нравится идея вышивать эту работу на канве. Мне хочется все-таки ее вышить на равномерке. Поэтому я попробую подобрать равномерку. Возможно, даже чуть побольше каунта, что-нибудь типа 32-го, чтобы это было в соответствии с 16-м каунтом Аиды. И мне кажется, он будет выглядеть как-то поизящнее на равномерке. Обожаю этих пушистых друзей. И очень жду начало. Следующий набор, который у меня тоже пойдет в рамках этого проекта, это такой код от фирмы Алисена. Это мой самый первый набор от этой фирмы. Я тоже время познакомлюсь с этой фирмой. Могу сказать только номер, артикул этого набора 1132. И, наверное, ту информацию, что этот набор был издан в 2014 году. Больше ничего здесь найти нельзя. Вот здесь тоже такой прикольный рыжий кот, который торчит из ботинка. Ну, коты любят определенные дела делать в ботинке. Но я надеюсь, это не такой. Этот просто там играл. Вот. И теперь так на всех поглядывает с озорством. Что меня удивило? Ну, вот я, естественно, открыла набор. Мне было очень интересно посмотреть, что же за Алисена. Конечно, я предварительно перед покупкой ознакомилась с составом набора. Потому что мне было важно, чтобы там были хорошие ниточки, хорошая канва. Здесь они вложили ниточки Анкор и канву Аиду 16-ю фирмы Цвайгард. По составу меня это вполне устраивает. Вот ниточки и в то же время канва здесь. Меня, правда, очень удивила схема. На самом деле набор совершенно небольшой, дизайн совершенно небольшой. здесь указано, что в итоге он должен получиться 25 на 22 сантиметра или 159 на 145 крестиков. Однако, когда я открыла схему, то есть, по идее, дизайн должен получиться не больше вот этого размера, листа А4. Однако же, схема здесь на четырех листах формата А3. Ну, просто огроменная совершенно. какое-то, я бы сказала, отношение транжирное к бумаге. Можно было и сэкономить парочку деревьев. Я думаю, будущим поколениям это пригодилось бы. Ну, не будем о грустном, а перейдем еще к наборчикам с котами. Поскольку у меня есть в данном случае это не все, я думаю, что я еще даже буду подкупать их. Ну, естественно, у меня есть какие-то мелкие наборы, которые я обязательно буду отшивать. Вот этот я показывала уже. Это наборчик от РТО. Называется Мамин день. Точно такой же Папин день похожий. От чудесной иглы у меня есть набор все для тебя. Мне очень нравится вот эти, вот эта серия котов с собачкой. Я отшивала кота и собаку, которые презентовали сладкое блюдо на день рождения. Мне очень понравилось. Нужно сказать, что мне нравится канва в чудесной игле. Я не знаю, что это за канва, потому что здесь не указана эта информация. Но это явно не канва от Свайгард, какая-то другая. Но чем она мне нравится? Тем, что здесь крупные дырочки. и мне очень удобно вышивать, поскольку у меня игла тогда уже попадает четко в эту дырочку и никаких заморочек нет. Ну, ниточки-то, конечно, здесь гамма. Ничего такого страшного тоже я не вижу в этих ниточках. А что обычно в маленьких наборах от чудесной иглы заморачивает больше всего, это бэк, который приходится делать соответственно не в углы крестиков, а куда Бог на душу положит. Ну, как в принципе в схеме сказано. Но результат того стоит. Получаются замечательные картиночки. Вот эти у меня будут отшиваться на косметички, на обложки, на кошелечки, на что-нибудь еще. И совсем недавно у меня появился вот этот наборчик с котом называется «Ленивый кот», который мне подарила Леночка Елена Цвет на ютубе на рукодельном. Спасибо тебе огромное, моя хорошая. Она помнит, наверное, как я радовалась, когда она презентовала мне этот наборчик, потому что ну как можно не умилиться, как можно вообще не улыбнуться, глядя на этого толстого кота, которому даже все равно, что на нем сидят две птички, потому что он так доволен жизнью, он так доволен собой, он явно после обеда отдыхает, ну, супер-супер. Он тоже пойдет обязательно на какую-нибудь рукоделку. Кроме того, я думаю, что совместный проект будет длиться не месяц, не два и даже не три, поэтому еще появятся новые наборы с котами, которые тоже будут отшиваться, но будем их показывать по ходу появления. Всем огромное спасибо за внимание, всем желаю, как всегда, прекрасного, рукодельного, вышивального настроения. Жду с вами общения в комментариях и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok